Знаете, что для нас это привиление? Вы только представьте, вот если мы возьмем Библию, да, сколько здесь книг Ветхого Завета? Ну, часть, вы понимаете, да, что хотя бы, когда разделите Новый Ветхий Завет, понимаете, что Ветхий Завет он такой, Новый Завет он такой. То есть, намного больше места занимает Ветхий Завет. И теперь представьте, что за весь Ветхий Завет, как он только начался, от начала до конца, никто никогда не называл Бога Отцом. Вы когда-нибудь задумывались вообще об этом? Вы только представьте, какое у нас привилегие сегодня называть Бога Отцом. Ни Давид, ни Соломон, ни Авраам, ни Ной, ни Ной, это странно, да, звучит, ни Ной, никто из них не называл Бога Отцом. Мы открываем Библию, и Бог начинает перед нами, знаете, что Бог начинает с нами знакомиться, Он начинает перед нами представляться, кто я. И Он начинает, я Бог милующий, я Бог спасающий, я Бог исцеляющий, это все разные слова. И отличие Нового Завета, Бог дает только одно имя, свое, Отец. Библия говорит, так и говорит, что Иисус говорит, имя новое я дал человекам, это имя Бога Отца. У нас большая привилегия сегодня. И вы знаете, когда мы, кто-то когда-то молился вообще, Богу взывал, так, Отец, взывал его? Папа, папочка, то есть, ну, мы все так молимся, да? Мы очень часто можем, даже не замечая, что мы можем, Отец, 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 но все мы, каждый из нас, хоть раз, может быть, задумывались, что такое Отец в нашей жизни. Кто такой Бог Отец? И у нас сразу же мы представляем, что Бог Отец, это Бог, который нас прощает. Прощает вас Бог, нет? Да. Или не за что? Прощает. Бог Отец, это Который всегда нас любит. Бог Отец, это Который всегда нас винит. И мы, знаете, привыкаем к такой роли, что вот у нас есть Бог Отец, Который для нас всегда, мы Его дети и так далее. Знаете, ну, однажды я задался вопросом, а что такое быть Сыном Бога? Что такое быть Сыном Бога? Ну, точно не дочерью для меня. Ну, для тебя точно. Или, что значит быть Дочерью Божьей? Вы не задумывались никогда об этом? Представьте, если Бог сам сказал, что Он наш Отец в Библии, Он открылся нам как Отец, то значит, кто мы для Него? Его дети. Мы сыновья и дочери. Задумывались вы когда-нибудь, что такое значит быть Дочерью Божьей? Или Сыном Божьим? Знаете, я задумался. Я задумался. У нас есть понимание, что такое Бог Отец. Мы маленько себе представляем, какой Он, что мы об этом, да, до этого говорили. Но что значит быть Сыном Божьим или Дочерью Божьей? Давайте откроем первое место Писания. Понимаю, что загрузились маленько сразу. Бытие 25, 25. Полезно подгрузиться немножко. 25, 25. Я как же понимаю, что умный дух усерден. Хорошо, ребята, давайте отрекем все маленько. Я извиняюсь, давайте почитаем с 24 стиха. И настало время родить ей. И вот близнецы в утробе ее первый вышел. Красный весь, как кожа. Косматые нареклинивые имя Исаф. Потом вышел брат его, держась рукой у своей запятой Исафа. И наречено ему было имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились от Ревеки. Дети выросли и стал Исаак человеком искусственных звероловцев. Человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исаава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иаков. Помните, да, эту историю? Библия даже говорит, что когда Исаав рождался, то Иаков, он держался рукой за его пятку. Он держался рукой за его пятку. Дальше в Библии еще до этого написано, что у них еще в животике у мамы началась борьба. Они начали бороться. Знаете, я сам представляю, что вообще беременность на поздних сроках, я видел, как это было уже, это очень сложно. Это очень тяжело, там могут ноги отняться. Но представляете, когда там у тебя еще борьба между твоими детьми, еще борются там. Еще мало того, что борются, один еще, один пытается вылезти, другой его обратно тянет. И у них такая, знаете, перегонки такие. Но смотрите, хорошо, Исаак родился первым. И дальше мы читаем, помните, да, что Исаак хотел благословить, благословить одного ребенка. И мы помним, что Иаков придумал вместе с матерью, ей мать его придумала такой, знаете, дивный план, чтобы как обмануть отца, он пришел, помните, да, эту историю, кожу себе, козлинную, козлинную кожу надел на себя, чтобы показать, и Исаак его благословил. И вы знаете, что происходит потом? Потом приходит Исаак, и Исаак ему говорит, Исаак, я тебя не могу благословить, потому что я уже благословил. Вы знаете, очень сложный вопрос сыновства. Почему? Потому что по этой истории мы понимаем, что сыновство это что-то важное, наверное. Раз для Исаака было так важно благословить именно Исаак. Как вы думаете, почему Исаак хотел благословить именно Исаак? Можно варианты ответа? Первенец. Первенец. Какие еще могут быть причины? Нравилось как? Он любил его больше. Любил его больше. Ну, мы можем предположить только, что он любил его больше. Но хорошо, у меня на следующий вопрос. Если мы предположим, что Исаак хотел благословить Исаак, потому что он был первенцем, родился первым, тогда почему Авраам благословил Исаака, когда Исаак был вторым у Авраама? Ну, смотрите, помните, да, эту историю? У Авраама сколько было детей? Ну, понятно, что сейчас много, да, детей, как в песне? Ну, которые были рождены от него, сколько у него было детей? Двое. Двое. Первый был Измаил, который был рожден от Агарий, от Сужанки, и второй был у Исаака. Тогда вопрос. Если он был рожден первым, Измаил, почему Авраам не благословил Измаила? Незаконно рожденный. То есть мы воспринимаем, как незаконно рожденный. Ну, не от жены. Не от жены. Хорошо. Тогда следующий вопрос. Иаков рождает сколько сыновей? Десять. Двенадцать. А, да, десять. Десять, да. Двое детей было. Двое внуков. Да, десять детей. Потом мы знаем, что все десять вошли в двенадцать колен Израиля. Четыре ребенка были незаконно рождены от Сужанки. Почему они стали коленами Израиля? То есть другими словами, у нас цепочка с вами рушится. Сначала мы шли по тому принципу, что он был первенцем. Значит, для него было очень важно благословить кого? Именно Исаава. Но потом мы понимаем, что это не работает. Почему? Потому что сам Исаак был вторым ребенком. И отец его благословил. Но мы скажем, что он был незаконно рожденный. Но дальше мы видим, что Иаков благословляет, можно так сказать, незаконно рожденный своих детей. И они становятся коленами Израиля. Насколько сложный вопрос сыновства? Насколько это важный момент в Библии, на который Бог определяет свое внимание? Насколько это важно? Насколько важно, когда Бог называет нас сыновьями и дочерьми своими. Давайте откроем Римлянам 8 главу. 14 стих. Ибо все вводимы Духом Божиим, суть Сыны Божьей. И 23 стих. Что, даже в телефоне нету Библии? И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стянаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Мы ожидаем усыновления, стянаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ефесян 1.5 еще прочитаю. Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей. Знаете, очень важные места из Писания. Вы знаете, что эти места из Писания дают нам обетование в том, называть себя дочерьми и сыновьями Божьими. Аминь или нет? Потому что мы усыновлены. Мы усыновлены. Вы знаете, в оригинале нету слова усыновлены. Когда мы будем читать Библию в оригинале, нету слова усыновлены. Там есть другое слово. Как вы думаете, какое? Долго, наверное, будем гадать. Привиты какие-нибудь. Привиты. Хорошо, я сейчас расскажу. Это слово звучит упофезия. Упофезия. И если дословно переводить, оно будет звучать поставлены в положении сына. Я думаю, что когда на русский язык переводили Библию, может быть, маленько переводчики не допоняли, может быть, всего смысла этого слова. Как перевести это слово упофезия? Но слово упофезия дословно не переводится как усыновлены, а переводится как поставлены в положении сына. Есть ли разница между усыновлением и поставленным в положении сына? Есть или нет? Для кого-то нет? Хорошо. Пойдем дальше. Вы знаете, что при всем богатстве русского языка русский язык достаточно ограничен. Мы с вами знаем, наверное, да, что есть там у нас просто бог, да, мы там знаем бога как Агапы, как еще, как Филию, как, вернее, не бога, а любовь, извиняюсь, любовь, любовь, да, слово любовь. Как Эрос и так далее. То есть мы знаем очень много, ну, по крайней, как минимум четыре я знаю, о различных наименовании любви. Вы знаете, что на Востоке нету слова сын в том понимании, как мы его воспринимаем. Другими словами, хорошо, что я начал с моих детей, да? Когда у меня родился ребенок, я его взял в первый раз на руки, я помню эти даты, я помню эти времена, на всю жизнь запомню. Когда я взял, кем он для меня является? Сын. Когда мой сын вырастет, станет таким огромным, уже придет, папа, я там собрался жениться, кто он для меня будет? Он будет для меня сын. Когда я буду уже стареньким, он приедет со своими внуками ко мне в гости, кем он для меня будет? Сын. Вы знаете, что культура Востока, она разделяет понятия сына. Когда сын рождается, и отец, может быть, первый раз берет его на руки, как может там высветить эти слова, три слова. Их не надо запоминать, просто понять значение этих слов. Первое слово это Тикнион. Тикнион. Тикнион, знаете, что это означает? Это мальчик-младенец, он только что родился. То есть, другими словами, если вот я бы взял бы своего ребенка, который у меня только что родился, у меня, по сути, сейчас, ну я так думаю, наверное, еще два Тикниона. Я их взял бы, я бы сказал бы, ты мой сладкий Тикнион. Так бы сказал бы еврей. Он бы сказал бы, ты мой сладкий Тикнион. Второе слово Тикнион. Это мальчик, который уже подрос, который является подростком, и он Тикнион. Но это еще ребенок, который не может взять какую-то ответственность на себя. И третье слово Гуиос. И вы знаете, когда отец называл своего сына Гуиосом? Когда он ставил его в положении сына. Я вам расскажу одну традицию. Вы знаете, что на Востоке очень стараются там в деревне дружно жить, в поселке. И возьмем простого мальчика, который растет. Он родился, и так как в то время было очень много детей, а детей нужно было много, чтобы земля росла, было много детей. Папа поддержал своего ребенка, и, как правило, первые три года папа вообще не видел своего ребенка. Он воспитывался с женщиной. Когда ребенок подрастал, папа начинал маленечко общаться со своим сыном. Когда он становился подростком, и когда отец, когда он же становился текноном, текнеон, все, из текнеона он вырос в текнон, то папа, может быть, чуть побольше стал бы с ним проводить время. Но был один день, был один день, когда отец объявлял такого-то числа. У нас есть совершеннолетие. Мы знаем, какого числа у нас будет совершеннолетие, да, сестра, кто младше 18. Мы знаем. И мы ждем эту дату. Я, по крайней мере, ждал. 18 лет. Голосовать можно на выборах. Можно без разрешения родителей везде ездить. Можно на паспорт ехать спокойно. Билеты покупать. Никто у тебя не спросит, сколько тебе лет, и так далее. Все, с паспортом ходишь. Столько благ. Но здесь отец объявлял дату, когда он назовет своего сына Гуэсом. Знаете, что происходило дальше? Отец ходил по всему вселению. Он звал всех самых влиятельных людей деревни. Всех, там, я не знаю, старейших. Всех депутатов, и так далее, и так далее. Все, кто занимал бы какой-то важный пост. Он брал своего сына, сын приходил, садился там, я не знаю, и отец говорил, что сын, сегодня ты Гуэс. Я ставлю тебя в положении своего сына. Я ставлю тебя в положении своего сына. Интересно, да, традиция? Но самое главное, чтобы происходило после этого. Если мы скажем, ну, Гуэс и Гуэс, что это для меня? Ну, толку мне исполнилось 18 лет. Что-то мне вот, вот, когда вам исполнится 18 лет, вы знаете, ума это не добавится. Ответственности. Но в тот момент, когда он назывался Гуэсом, мальчик должен был взять на себя ответственность. Должен был взять ответственность. Отец говорил, все, с этого дня ты будешь делать. И он говорил прямо, какую ответственность должен его сын взять на себя. Все, детство пролетело у мальчика. Это мы, может быть, сегодня в наших традициях исполнилось на 18 лет. Но что тебе было 16 лет, что тебе было 18 лет, может быть, ничего в жизни нашей не поменялось. Но в тот момент, когда мальчик становился Гуэсом, вся его жизнь менялась. Почему? Потому что, если до этого он жил с мамой, если до этого он проводил больше времени с матерью, то сейчас отец брал на себя ответственность за своего сына. Мамочка, до свидания. Мальчик становился воином. Ему давали оружие. Любая война. Если ты не Гуэс, тебе нельзя идти на войну. И самое главное, написано даже в Писании. Смотрите. И мы стянаем ожидание усыновления, искупления тела нашего. Что такое значит стянаем? Мы ожидаем. Мы трепещем. Мы ждем, когда это произойдет. Представьте, мальчик ожидает стать Гуэсом. Мальчик, я понимаю, сейчас мальчики не хотят идти в армию. Но там другое время. Он ожидает, когда наконец-то он сможет проводиться своим отцом больше времени. Он ожидает, когда наконец-то тетеньки все скажут ему прощание, и он будет расти с мужиками настоящими. И в баню ходить с отцом своим. На охоту ходить с отцом своим. На рыбалке быть со своим отцом. Представьте, каждый день ты можешь проводить время со своим отцом. Все. Детство закончилось. Кораблики в прошлой жизни. Лошадки игрушечные в прошлой жизни. Sony Playstation в прошлой жизни. Все. Другая жизнь. У него начинается абсолютно другая жизнь. С этой даты. Мальчик ждет этого момента. Он ожидает. Написано. Как мы по-другому читается слово. Но и мы сами, имея начаток духа. И мы в себе стянаем, ожидая становление в положении сына. Истинное тело нашего. Мы ожидаем. Читая историю об Иисусе Христе. Когда Иисус родился. Кем он был? Тикнеоном. В его жизни абсолютно ничего не менялось. Тикнеон. У Тикнеона и в Африке Тикнеон. Грудной ребенок, он и в Африке грудной ребенок. Это ребят мамы, он будет кричать. Почему? Потому что для него самое главное. Мама, папа, ему вообще по сути ни к чему. Когда он был Тикноном. Мы с вами читаем. Есть одно упоминание. Тикноном, когда он среди мудрецов сидит. Они удивляются. Откуда у мальчика столько различных знаний. Почему он такой умный? Но при этом он до сих пор в подчинении своей мамы. Почему мама прибежала и нашла их Христа. И она начинает его ругать. Это же Бог. Но она имела полное право. Почему? Потому что он Тикноном. Матфея 3 глава. 16 стих. И крестившись, Иисус тотчас, 16 стих, тотчас вышел из воды. И все отверзлись ему в небеса. И увидел Иоанн Духа Божьего, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И все глаз с небеса, для сегласящийся, есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Знаете, Бог, какое произносит имя? Все есть мой Гуиос. Представьте, до этого момента нету практически упоминания о Христе. До этого момента нету ни одного совершенного чуда Иисусом Христом. До этого момента он живет со своими родителями. Но как только Бог объявляет его Гуиосом, как только он ставит его в положении своего сына, жизнь полностью меняется. Он уходит из своего дома. Жизнь его меняется полностью. Почему? Он дошел в положение своего отца. Теперь отец несет полную ответственность за него. Теперь он исполняет повеление чьи. Не матери своего отца. Теперь на днем начале кто? Не мама, его отец. Вы понимаете разницу? Как только это произошло в его жизни, происходят чудеса, происходят знамения. Но смотрите, что делает Бог. Представьте, я знаю, что у молодежи есть воображение. Мы картинки рисуем. Представьте себе. Леку Иордан. Бог смотрит на небес, на землю. Если летарь на землю, можете представить. Ну или даже картинки. Облака. Знаете, что делает Бог в этот момент? Он собирает всю свою свинку на небесах. Моисей там, Авраам там. Он собирает всех. И он пред всеми ими говорит, что вот он у этот момент. Теперь он стал моим Горесом. Он стал моим сыном. Все в жизни Иисуса поменялось в один момент. До этого, несмотря на то, что ему было 30 лет, до этого он был еще подростком. Без положения. Что давало положение отца? Вы можете сказать, ну и что положение отца, что оно давало? Но вы знаете, еврейская традиция, она тоже намного богаче нашей. Что же давало? Первое, что давало, это мальчику, уже мужчине. Он мог использовать имя своего отца. Другими словами, если бы он пришел бы куда-то, он бы говорит, что мой отец, рабы вокруг или слуги вокруг, мой отец сказал вам сделать это, это, это. То есть другими словами, я говорю это от кого? От имени своего отца. Второе, что он мог делать? Он мог использовать все состояние своего отца. Все, что есть у отца сегодня, это может использовать его сын. Он может пользоваться всеми богатствами своего отца. И третье, использовать власть и силу своего отца. Когда Иисус стал гуэсом, что произошло в его жизни? Использовал ли он имя отца? Не я говорю вам, но отец мой. Другими словами, если бы мы с вами пришли бы и сказали бы, слушай, ребята, вам там мой папа передал, или просто пришли бы, сделай вот это там. Он говорит, слушай, ты кто такой вообще? Ты кто такой? Он говорит, я-то никто, мне папа сказал, я использую его имя. И все. То есть это практически отец сказал лично. Второе, что использовал Иисус, все богатство своего отца. Поймите, в Библии описывается, что есть два богатства. Богатство праведное и богатство неправедное. Богатство неправедное, то, что сегодня ценно в этом мире, это деньги, это золото, это бриллианты, это еще что-то. Но богатство праведное, это исцеление, помазание. Что еще сюда можно? В общем, все, что мы сегодня имеем в Господу. Использовал ли он богатство своего отца? Использовал. Использовал ли он власти силу своего отца? Когда он говорил, прощены тебе грехи и твои. Почему мы можем с уверенностью сказать, что они реально прощены? Потому что он мог использовать власть своего отца. Аминь. Вспомним историю о будном сыне. Когда мальчик подрос, отец разделил между ними свое имение. Мальчик сказал, папа, я пойду жить своей жизнью. Он прогулял все свое имение. Он начал жить дальше. Как он начал жить? Пасти свиней. Представляете, для евреев свинья, что такое? Это нечистое животное. Он стал спать вместе с свиньями. Он стал там ночевать. И потом, когда ему отказали, что ты не ешь вместе с свиньями, не ешь свинячую еду, иди давай отсюда. Что он дальше делает? Он возвращается куда? К своему отцу. И помните, когда отец его встречает, мы с другой стороны сейчас посмотрим на эту историю. Когда отец встречает, и сын ему говорит, я, папа, хочу хотя бы быть в положении раба. Дай мне хотя бы, я буду питаться вместе с рабами, я буду получать зарплату как раб, я буду носить одежду как раб, я буду в положении раба. Что ему отвечает отец? Все, что я имею, это твое. Почему? Потому что однажды он был поставлен в положении сына. Отец дал ему уже свое, использовать свое имя. Отец дал ему возможность использовать свое богатство. Отец дал ему власть и силу свою. Он не мог быть как раб. Он не мог быть как раб. Послушайте меня, я задам очень большой, очень важный вопрос и акцент. Находимся ли мы сегодня в положении сына, или мы сегодня находимся в положении раба? Слышите меня? Послушайте, молодежь, я могу очень откровенно говорить. И мы на молодежке говорим очень откровенно и поднимаем важные вопросы. Я могу вам говорить откровенно, если у вас есть неверующие парни или девчонки. Вы едите из одной чашки со свиньями. Вы находитесь в положении раба. Это не то положение, которое приготовил для вас Бог. Если я задам вопрос, сколько стоит ваше время, чтобы вы провели время со своим отцом? Сколько оно стоит? И за сколько вы его продаете этому миру? Однажды один человек летел в самолете. Сразу говорю, он был неверующим. И рядом с ним сидела девушка. Очень красивая. И он сидел рядом с ней, он смотрел на нее, и она очень сильно ему понравилась. И он попытался с ней познакомиться, и она как-то, ну, какой-то старикан сидит. Вообще, кто я, кто ты. Она его начала отвергать, просто отвернулась. И он обидно шепотом начал говорить. Я дам тебе один миллион долларов за то, что ты проведешь со мной ночь. Подумай, пока мы летим. Подумай. Эта девушка сидела и молчала. Когда они подлетали, сонет пошел на посадку, девушка начала спрашивать, один миллион всего за одну ночь? Он говорит, один миллион за одну ночь. Она говорит, я согласна. Мужчина повернулся к ней. Я меняю свои условия. За одну ночь я заплачу один доллар. Девушка начала, знаете, возмущаться. Да вы что, вы хоть понимаете, с кем вы разговариваете? Он говорит, кто ты, мы уже разобрались. Нас сейчас нужно разобраться с ценой, сколько ты стоишь. А поняв, кто ты, больше доллара я тебе не дам. Вы слушайте, за сколько сегодня мы продаем себя этому миру? И сколько стоит наша жизнь сегодня? Сколько стоит наше личное время? Сколько стоит наше личное время сегодня? Сколько платят ваши неверующие друзья для того, чтобы погуляли с вами? И сколько заплатил за вас Бог, вися на кресте? Можно, если кто-то имеет играть? Сколько стоит сегодня твоего времени? Возвратимся к Яку. Библия говорит о том, что Яков, я снова прочитаю. Может, вы не обратили внимание? Иса любил... Так. Дети выросли, став Иса человеком искусства в мусороловстве, человек полей. А Яков человеком кротким, живущий где? В шатрах. Вы знаете, почему мать-то хотела... Почему мать больше любила Якова? Я могу только предположить, но он не был в положении сына. Иса был поставлен в положение сына. Представьте, если бы у вас был брат или сестра, вы родились в один день. Но ее день рождения, 18-летие, справили, а про вас забыли. Если вы ей или ему дали ответственность, отец сказал, ты будешь нести такую ответственность, я тебе даю ответственность. А все, что занимаетесь вы, вы проводите целыми днями с мамой. Представьте, вы родились в один день, вам 18 лет. И вот день рождения, празднуют его совершеннолетие. Отец говорит, ты мой сын, берет его на охоту, на рыбалку, он проводит время с отцом все время, а вы с мамой. Яков не был поставлен в положение сына. Только поэтому, только слышите? Только поэтому Иса хотел благословить Иса. Потому что он был его сыном полноценным. А теперь представьте, я еще одно место прочитаю. Галатам 4, 1, 2. И скажу, наследник, доколе в детстве ничем не отличается от раба. Хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока, как мы называем, отцом назначен. Другими словами, если мальчик не в положении сына, он не выше раба. Представьте, один выше раба, а другой не выше раба. Пусть он наследник, пусть он сын хозяина, но в тот момент, пока отец не назвал его своим сыном, он не имеет никакой власти, он не имеет ничего. Когда мы с вами отказываемся от ответственности, которую Бог нам дает, кем мы становимся? Мы становимся глупым сыном или дочерью, который, имея власть, который, имея богатство, который, имея имя Иисуса Христа, как огромную, огромную силу в своей жизни, мы ей не пользуемся. Но только представьте, какая есть сила. Однажды наши миссионеры стояли на улице, это было в нашем городе, и к ним подошли сатанисты. Он говорит, мы знаем, что вы верующие, мы знаем, что вы проповедуете на улице о Христе. И вы знаете, что один из сатанистов, он начал говорить, ребята, вы даже не представляете, сколько у вас есть силы, но вы ее не пользуетесь. Бог дал нам силу сегодня, он дал нам свое имя. Мы сегодня христиане, мы сегодня христиане. Он дал нам богатство своего отца. Но вы знаете, если мы сегодня не берем ответственность от нашего отца, не как тот блудый сын, спим со свиньями, проводим время со свиньями, питаемся со свиньями, просто задайся вопросом, кто ты сегодня? Просто задайся вопросом, кто ты сегодня? Взял ли ты сегодня ответственность от отца небесного? Есть ли у тебя сегодня ответственность в церкви? Служишь ли ты хотя бы в чем-то малом? Или нет? Пользуешься ли ты сегодня властью Божьей? Пользуешься ли ты сегодня именем Божьим? И вообще, говоришь ли ты сегодня свиньям кто ты? Они, может, даже не представляют, кто ты, но ты один знаешь или ты одна знаешь? Мой праздник сегодня к тебе, вводи в положение, вводи в положение сына. Библия говорит о том, что мы в положении сына. Библия говорит, что мы с вами Гоиос. А только ты сегодня знаешь, кто ты на самом деле. Взял ли ты сегодня ответственность какую-то на себя? Давайте поднимемся. Я не представляю, что я чувствовал вариантов. Когда я вернулся в один день, тебе не дали никакой ответственности. Вы знаете, что Яков понимал одну вещь? Он понимал одну вещь. Это так классно в положении отца. Мой брат все время с отцом. Отец его любит. А что я могу сделать? Знаете, я вообще поступником для подросткового возраста провел не там, где я должен был провести. Когда я вернулся к Господу, у меня был вопрос, что я могу делать для Господа. Знаете, с чего я начал? Наскать колонки. Наскать колонки. Сегодня мой календарь, он расписан. В поездках есть. Я даже не пастор. Я даже не пастор. Я не евангелист. Но когда ты в положении находишься в своем положении, твоя жизнь настолько сильно изменится. я даже не хочу вспоминать тех друзей, с кем я раньше дружил. Половина из них до сих пор где-нибудь ложная. Я не хочу даже вспоминать, почему-то, потому что Бог видал сегодня такие друзей, что мне даже не надо о них вспоминать. Отец, ты видишь эти сердца? Ты видишь, Господь, каждую мысль, Господь, ты видишь каждое сердце. Боже, ты видишь, может даже кто-то хочет от чего-то отвлечься, Господь, отвлечься от этих мыслей. Боже, я прошу Тебя, Господь, направь сегодня мысли. Направь, Господь, мысли. Боже, я прошу Тебя, Господь, чтобы мои братья и сестры, Господь, однажды, когда им будет больше лет, чем сейчас, чтобы они не жалели то время, которое они тратили, не на то, куда они могли бы тратить. Отец, я прошу Тебя, Господь, дай нам сегодня взять ответственность от Тебя. Боже, мы так хотим быть сегодня, быть в Твоем положении. Мы так хотим быть сегодня в положении сына и дочери Твоей. Мы так хотим сегодня проводить время с Тобой. Отец, мы так мечтаем сегодня, чтобы Ты всегда был рядом. Боже, мы так хотим, Господь, проводить время с Тобой, Господь. Щи тараба сатари, тараба сатри. Боже, я прошу Тебя, Дух Святой, я прошу Тебя, начни двигаться на этом месте. Боже, я прошу Тебя, Господь, ты видишь, может быть, решение, которое сейчас принимается в жизни. Боже, я прошу Тебя, Господь, прикоснись, Господь, к сердцам. Прикоснись, Господь, к мыслям во имя Иисуса Христа. Боже, я прошу Тебя, дай нам, Господь, увидеть мир из этого мира. Боже, мы хотим сегодня проводить время с Тобой. Мы хотим, Господь, взять сегодня ответственность от Тебя. Боже, мы хотим сегодня служить Тебе. Боже, мы знаем, Господь, что Ты дал нам, Господь, возможность служить Тебе, Господь. Боже, благодарим Тебя, Господь, за тот план, который Ты дал нам. Боже, благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты дал нам сегодня ответственность каждому из нас. Боже, пусть она может быть сегодня маленькая. Пусть может быть служение какое-то маленькое, Господь. Боже, но мы верим, что Ты видишь, Господь, видишь, Господь, наше посвящение. Видя, Господь, то, что мы это делаем, как для Тебя, Господь. Что мы служим, Господь, ответственно. Ты поднимешь нас, Господь. Ты поднимешь нас, Господь. Щи дарабаса, даридарабаса. Щи дарабаса, даридарабаса. И, Боже, я прошу Тебя, Господь. Прости, Господь, когда мы избирали Тебя. Боже, прости, когда мы, Господь, проводили время с этим миром. Боже, мы просим Тебя прости. Прости, Господь. Я прошу Тебя, Господь, прости нас. И Ты, Господь, прими нас сегодня в свое положение. Поставь, Господь, в то положение, где мы сегодня должны стоять во имя Иисуса Христа. Боже, мы хотим, Господь, иметь сегодня ответственность от Тебя. Мы хотим, Господь, сегодня иметь служение от Тебя, Господь. Боже, во имя Иисуса Христа. Боже, мы благодарим Тебя. Боже, мы благодарим Тебя. Аминь. Я думал, что я был скрупником. Моя мама нашли и говорила, Денька Тебя посвятила Господу, а Ты будешь служить Господу. Аминь. Я был в клубе, но, знаете, я всегда знал, как Вы меня призвали. Я был над тем, которые со свиньями. Я знал, кто мой отец. Я находился там. Однажды, когда я пришел в клуб, Бог начал открывать мне мерзость. Рядом с церковным его вытышлено. Тут какие-то пьяные ходили. Я, знаете, я стоял на них смотрел. Вот как в Библии написано про этого человека, который ушел от отца. Что вот что-то произошло у него. Он очнулся как будто. Вы знаете, я как будто бы там очнулся. Вы знаете, какая у меня была мысль? Что я здесь делаю? Я пошел домой пешком. Потому что мои друзья были там. Обычно брали вместе в такси. Я шел пешком. Я размышлял об этом. Когда я подходил к дому, я увидел, что вот где мама на меня смотрит. Я зашел. Мама увидела сразу, что-то произошло со мной. Она мне сказала, дала один совет, который сработал у меня. Когда подойдешь в свою комнату, попроси. Помолись так. Господи. Все, что мне мешает приблизиться к тебе. Убери из моей жизни. Знаете, в чем чудо Божье? С этими ребятами, все мои соседки. С этого момента я никого из них больше не видел. Я вам говорю, честно. Я никого из них в глаза больше никого не видел. Я перестал им звонить. И они перестали мне звонить. И они перестали мне звонить. Вот если у тебя сегодня есть такие мысли. Может быть, ты даже не подаешь мир. Господи, что мне сегодня мешает приблизиться к тебе? Я тебе даю совет. Придешь домой. Закройся в комнате. Если нету комнаты, включи душ, как будто бы ты мурашешься. Ты можешь пить спинуться. И скажи, все, что мне мешает приблизиться к тебе. Близная жизнь. Бог сам знает, что тебе мешает. Бог знает. Не бойся, что компьютеры сломаются или еще что-то. Не бойся, что друзья потеряются. Не бойся. Я сегодня, знаете, понимаю, почему мне звонят. Потому что они мне все деньги были должны. Ха-ха-ха. Нет, я шучу. Не, они должны были мне деньги. Но я верю, что это сам Бог. Сам Бог вытащил меня от дома. Аминь. Братья и сестры, я просто благословляю вас. Я верю. Я верю, что когда я приеду, вы будете расти духовно. Потом, может быть, вижу где-нибудь вас по телевизору. Проповедующими, поющими, восславляющими Господа. Я верю в каждого из вас. Я верю в каждого из вас. Я верю в каждого из вас. Если вы серьезно сделали сегодня намерение на это, вот забудьте, что было до этого. Вот если вы прямо решили, как использовать. Все. Я теперь в твоем положении. Не вспоминайте больше о том, что было. Не вспоминайте, что я в ваших правах. Хорошо? Спасибо большое. Давайте аплодируемся. АПЛОДИСМЕНТЫ Слава Господу вообще. Вот вы, если вы думаете, что вы уже все знаете из Библии, или все что-то в жизни знаете, или вообще что-то знаете. Ну, в принципе, вы все в церкви получили. Все теперь надо. На самом деле всегда можно с чему учиться. Вот я сегодня убедился в том, что благодаря тому, что сегодня Миша сказал, что он нам преподал, передал, как хотите, проповедовал, делился. Это сегодня меня наполнило. Кого еще наполнило? Кто узнал что-то новое сегодня? Вообще классно, да? Супер! И быстренько пройдемся и повторим все, что вы сегодня проходили. Как это делать я люблю обычно. Спасибо. Итак, какое сегодня число у нас? 9 октября 2016 года. Сегодня 9 октября 2016. Все верно, все верно. Сегодня, 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 и я еще. Вот, 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 вот. Как зовут нашего гостя? Откуда он? В Пермь. Отлично, молодцы. Когда мы поедем в Пермь? Когда мы поедем в Пермь? Когда позовут. Когда позовут. В январе конференция молодежная. Да. И если вы не думали над названием, как назвал бы Миша эту проповедь, то Миша, я подумал и вот так вот. Я Гуиос. Вы это найдете и выставляете. Я Гуиос. Пусть думают. Знаете, есть я легенда. Я робот. Какие еще фильмы есть? А мы назовем это видео Я Гуиос. Хорошо. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Кто такой Текнеон? Мамин. Что это означает? Что это означает вообще? Вообще это звание до скольки лет и что это означает? Давайте кто внимательно слушал? Три года. Три года. Что еще? Можно вот здесь Гуиосы поговорим? Уже Гуиосы? Призванные. Что еще? С чем еще ассоциируется у вас это слово? Текнеон. Текнеон. Три года. Да, до трех лет. С кем находится? С мамой. С мамой. А вот у вас не возникает вопрос, сестры, а как бы воздействие про сынов? Все говорят про сынов. А как же про дочерей? У кого возник такой вопрос? Поднимите честно. У меня тоже возник такой вопрос. Про дочерей-то ничего не сказал. Про жен божих ничего не сказал. Про призванных женщин. И я сейчас немножечко поясню, что это значит. Итак, до трех лет, да, находится и дочь, и сын, но мы говорим о духовных вещах. Мы не говорим о ваших реальных родителях, мы не говорим о вашем реальном поле. А как же это? Дочери Божьи. Нет, мы говорим о духовных вещах, что и сыны, и вообще любой человек, он сын. Как говорит один пастор, сестры, потерпите, что вас всех называют братья в церкви. Это в Библии, что апостолы называют братья, хотя обращаются ко всей церкви. Потерпите, потому что мы на небесах, все мужчины мы будем невестой Христовой. Мы сейчас уже невеста. Мы сейчас невеста уже, да? Просто потерпите, пожалуйста, что в Библии не часто говорят сыновья, как быть сыном Божиим. Отцовство и сыновство, понимаешь? Понимаешь, мы когда придем в небеса, мы будем все уже с Иисусом Христом единым, да? Технон, это подросток до совершеннолетия, и Гуио, а вот мы не поговорили, Гуио, сын. Как входят в это вообще положение? Назначение отца. Это день, это время, это особое время праздника какого-то, чего-то очень значимого, когда ты становишься кем? Гуио, сын. Что это еще значит? Это сопряжено с таким словом, как ответственность. Записала себе Лида. Лида кивает, записала, молодец. И последнее, чем отличается Гуио от всех остальных стадий, он имеет право пользоваться именем отца, пользоваться богатством отца, пользоваться властью отца. Опять же, это духовные вещи. Это значит, что мы можем быть у нашего Небесного Отца, например, пользоваться Его именем. Мы можем вообще не стесняться, мы можем не бояться того, что мы христиане, того, что мы наше призвание во Христе. Мы можем что еще? Мы можем говорить о том, что мы вообще имеем вечную жизнь, мы идем на небеса, что за нами великий Бог Отец. И не стесняться этого. Даже если внешние обстоятельства говорят, да ты вообще неудачник, ты посмотри на себя. Нет, мы, если ты начнешь, что вообще для себя сам скажешь, для себя сам скажи, для себя сам, что я стою, за мной стоит великий Бог Отец. Не кто-то другой. За мной стоит великий Бог Отец, поверь в это, что за тобой великий Бог Отец всемогущий. И потом это поверят твои друзья. Если ты сам не веришь, если мы сами думаем, что что-то вообще в жизни того нет, этого нет, третьего нет, поверь, начни преобразовывать в своей жизни и увидишь, как сами начнут задавать тебе вопросы. То есть использовать богатство Отца, опять же, духовные вещи, да, то есть у Бога есть все необходимое для жизни и благочестия. Бог дает все необходимое для жизни и благочестия, как материальные блага, так и нематериальные. Если тебе нужен друг, если тебе нужно образование хорошее, ты веришь, что это тебе нужно в жизни. У Бога есть все у него, все университеты его, все школы его, все парни и девушки его. Ты просто попроси, это его богатство, это он владеет всеми сердцами. Он управляет сердцами царей, а сердцем твоего избранника, думаешь, не будет управлять. Поэтому подумайте об этом, что это его. И пользоваться властью Отца, мне кажется, это самое интересное для меня, пользоваться властью Отца. Это значит, что мы можем, если есть необходимость, мы можем приказать в духовном мире любой, начиная от собаки, которая несется на тебя с открытой пастью, приказать, потому что она хочет навредить тебе, да, это дьявол, потому что Бог никогда не пошло тебе в повреждение. Она скажет, что Бог послал тебе собаку, чтобы она тебя съела. И заканчивая тем, что мы можем дьяволу приказать не входить в нашу жизнь, дьяволу приказать убираться из жизни других людей. Аминь. Вот это запомните. Пользуйтесь это властью. Не важно, сколько тебе лет. Не важно вообще. Важно, есть ли у тебя голос в духовном мире или нет. Есть ли у тебя, просто научился ли ты пользоваться властью своей, приказом. Вот, это мы будем тренироваться, кстати, это мы тренируем на утренних молитвенных. Вторник, четверг, всех приглашаем в 8 утра. Если вы во вторую смену учитесь, в 8 утра приходите, мы будем часом с вами молиться, общаться, разбирать различные вопросы, духовные, никаких игр. Мы будем с вами духовные, общение, чай, кофе, будет, но никаких, никаких, знаете, мы не будем там кино смотреть с вами сухой. Мы будем молиться и разбирать духовные вещи. Вот, и те, кто учится во вторую смену, в первую смену, мы сейчас думаем над тем, чтобы в течение дня вы могли после школы сюда прийти, реально приехать на час и помолиться. Но это сложно, потому что все заканчивают в разное, обеденное время такое достаточно растяжимое понятие у нас в городе, вот, и в школах тоже среди подростков. Поэтому мы думаем, как сделать так, чтобы и не поздно вечером, и после школы вы смогли прийти сюда и помолиться тех, кому неудобно в 8 утра приезжать. Вот, и, по-моему, у меня там все, да, все, и если вы записывали места писания, то очень круто. Вот я последнюю только записал, Галатом, потому что устанавливал эту программу, на этот ноутбук, почему-то ее здесь нет, на другом токе. Вот, Галатом, 2 глава, а, 4 глава, 2 стих, по-моему, вот, 1-2 стихи о том, что первенство, если тебе, давайте прочитаем, чтобы не было слово, да, он подчинен попечителям, попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Вот это место писания, я просто хочу, чтобы вы тоже это для себя, это говорится о, о ком, о ком, ну-ка давайте на логику, о ком это вообще вот в этом стихе? А, до того, речь идет о тех, кто не гуиус еще, он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Вообще, я вам хочу так сказать, что гуиус это те, кто имеют отношение с Богом, и их вера не зависит от родителей, их вера не зависит от наставника, их вера не зависит от хорошего или плохого в его жизни, что происходит. Его вера это то, это его отношение с Богом, которое ни от чего не зависит. То есть только от него самого и от Бога, только от Бога, ни от каких обстоятельств не зависит. Вот, и гуиус это тот, кто непоколебим, кто силен, у кого есть отношение с Богом. И как для сестер, так и для братьев этот, а мы говорим о духовном, понятно, да? Вот, мы вот так вот обычно повторяем всегда, в конце, чтобы еще раз проговорить. Если у вас есть вопросы, можете подойти к Мише после собрания, когда мы будем пить чай, и задать их до 7 часов. Мы с вами, ну там, после 7 начинаем уже заканчивать, расходиться и двигаться уже по домам. Если у нас есть еще объявления какие-то есть, домашние группы, пожалуйста, посещайте, встречайтесь на бункерах. Кто еще ходит на бункерах, кто ходит на домашнюю группу, пожалуйста, приходите, приводите своих друзей и обсуждайте там то, что вас тревожит. Вот если что-то не понимаете, домашняя группа. Если что-то, проблема какая-то, домашняя группа. Домашняя группа, это вам поможет. Поэтому будьте благословенны, и давайте пить чай, веселиться, можно будет поиграть, если есть желание, но остальные игры, которые короткие. Будьте благословенны. Сфотографируемся еще в конце, пожалуйста, не уходите, сейчас с Мишей сфотографируемся. Сфотографируемся. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 .